С января 2021 года у граждан Казахстана появилась возможность досрочно снимать часть своих пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда. Казахстанцы могли использовать эти средства для улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Теперь для казахстанцев откроется еще одно окно возможностей. Президент Хасымжумар Тукаев поручил расширить права вкладчиков фонда по передаче до половины своих пенсионных накоплений в частное управление. По моему поручению выработан проект срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе. В частности, будут расширены права вкладчиков и НПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. На заседании Межелиса парламента 11 января 2022 года главой государства было поручено обеспечить своевременное принятие социального кодекса. Министерством труда и социальной защиты населения был изучен международный опыт и разработан проект необходимого документа. После тщательного рассмотрения депутатами проект нормативного акта был направлен на подпись президенту страны. Хасымжумар Тукаев подписал кодекс 20 апреля. Именно он предусматривает право казахстанцев передавать до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору. С 1 июля 2023 года вступил в силу социальный кодекс Республики Казахстан. В рамках социального кодекса были внесены изменения в пенсионном направлении. Сейчас каждый вкладчик может использовать 50% из своего пенсионного фонда в инвестиционных целях. Сегодня данная работа уже началась. Вкладчикам сегодня дается возможность управлять со своими пенсионными активами с помощью компаний, либо с помощью Национального банка. То расширение инвестиционных возможностей вкладчиков дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами. Формирование собственного пенсионного плана и выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений. Основная задача этого новшества является в том, чтобы стимулировать наше население, чтобы каждый мог участвовать в формировании своего пенсионного плана. При принятии решения о переводе своих накоплений в частные управляющие компании, гражданам мы рекомендуем изучить инвестиционную декларацию этих компаний. Опыт работы на рынке и, конечно же, инвестиционную доходность, которую они на сегодняшний день предлагают. Исходя из этого, наши граждане могут переводить часть своих накоплений в несколько управляющих компаний. На сегодняшний день на рынке пять управляющих компаний. За управление пенсионными активами управляющие компании имеют право получать комиссию в размере не выше 7,5%. Важно отметить, что за 10 дней до наступления пенсионного возраста деньги этих вкладчиков возвращаются под управление Национального банка. И уже, когда человек оформляет пенсию и будет получать пенсию, уже эти деньги будут под управлением Национального банка. Вся информация, которая необходима для наших граждан, размещена на сайте ИНПФКИЗ. Подачи заявления можно осуществлять онлайн. Что нужно знать при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление? При переводе пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за вкладчиком сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию, либо возврата под управление Национального банка, то есть в ЕНПФ. Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, то есть в ЕНПФ. Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем, несет выбранный вкладчиком УИП. В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств. Кроме того, стоит отметить, что в рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения. Воспользоваться этим правом смогут порядка 75 тысяч пенсионеров по выслуге лет на общую сумму 120 миллиардов тенге. В целом, предпринимаемые меры позволят обеспечить адекватными размерами пенсии не только нынешних, но и будущих пенсионеров страны. Продолжение следует... Продолжение следует...